Теперь превышать скорость или нарушать правила дорожного движения и остаться незамеченным не получится. В Схинвале, наконец, в полном объёме запустят программу «Безопасный город». Лихачи и нарушители через почтовые службы в кратчайшие сроки получат постановление об административных правонарушениях и о размере штрафа. Как добавили в госавтоинспекции, автомашины с госномерами не станут исключением. На данный момент отдел автоматизированной фиксации административных правонарушений работает в тестовом режиме. С 27 июня 2022 года правонарушители уже будут получать конверт из постановления об административных правонарушениях, в которых уже будет указана и сумма штрафа, и, соответственно, на какое правонарушение совершил водитель. В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим на территории Республики Южная Осетия и также не нарушать правила дорожного движения. На данный момент завершён второй этап внедрения автоматизированного комплекса фото- и видеофиксации «Безопасный город». По данным, полученным с видеокамер, сотрудники быстро выявляют нарушителей. Установленные на территории Республики Южная Осетия комплексы фото- и видеофиксации фиксируют такие правонарушения, как пересечение или наезд на сплошную разметку, движение по обочине, выезд нарушений правил дорожного движения на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, проездно запрещающий сигнал светофора и невыполнение требований об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора. Часто инспекторы сталкиваются с такой ситуацией, когда они предъявляют претензии водителям в нарушении требований дорожной разметки. При этом она бывает не видна или затёрлась. В таких случаях правонарушители не соглашаются с инспектором, ссылаясь на отсутствие дорожной разметки. Как отметили в ведомстве, эта проблема будет разрешена. В скором времени в столице республики приступят к работам по обновлению дорожной разметки. В ближайшее время на территории Республики Южная Осетия обновят уже износившуюся, дорожную разметку. Как рассказали в МВД, до конца 2022 года по республике в рамках реализации третьего этапа будет продолжена установка видеокамер. Огун Дагубозова, Александр Кощеев, информационный выпуск «Сегодня».